В селе Мичуринском в ходе рядовой проверки документов автоинспекторы обнаружили крупную партию браконьерской рыбы, перевозимой в микроавтобусе. Тойоту патрульные остановили за мелкое нарушение. На машине не горели фары. Шофёра попросили показать, чем завален салон автомобиля. Что скрывается под наброшенными тряпками, можно было догадаться по запаху. Пассажирское отделение было завалено осетровыми. Чтобы влезло всё, перевозчикам пришлось демонтировать сиденье и сделать обрешётку из досок. Везли рыбу двое мужчин. По их словам, это была бартерная сделка. Осетров они обменяли на продукты питания в Николаевском районе, куда специально ездили за этим товаром. Где рыбу-то взяли? У населения. У населения? Поменяли на товар. На какой товар? На какой товар вы поменяли? Сахар, тушенка. В машине находилось около трёх десятков хвостов. Приблизительный вес партии составляет 8 центнеров. Задержанный заявил, что приобрёл рыбу для личного употребления и вёз её в Благовещенск. Напарники, которые вели машину по очереди, спешили. Замороженная добыча постепенно оттаивала. И сделать с этим перевозчики не могли ничего. Зритель сам может составить мнение о методах транспортировки деликатеса, который потом подаётся под видом эксклюзивного товара. Полицейские начали проверку, в финале которой будут возбуждены два уголовных дела. Первое в отношении перевозчиков, второе на браконьеров из села Лазарева, у которых напарники приобрели туши. С места происшествия Денис Коршунов, Анастасия Климчук и Павел Рогатин.